С вами Голос Новороссий. Программа «На самом деле». Я Сергей Веселовский. Мы сегодня говорим о том же, о чем говорим все время последние несколько месяцев. Крайние несколько месяцев. Это информационная война, ведущаяся против нашего народа. Народа, который все время пытается разделить, назвать то украинцами, то малороссами, то еще кем-то. А русскую душу выкорчевать к чертям собачьим. Мы говорим сейчас об этом с русским писателем, с журналистом, с патриотом, человеком, который носится по планете Земля и пытается доброе, вечное нести людям. Это Сергей Вячеславович Юхин. Сергей, приветствуем. Добрый день. В каком городе был недавно и в каком городе сегодня находишься? Просто интересно для статистики. Совсем недавно находился в городе Герой Цхинвал. Так, а что-то со звуком, секундочку. Что-то как-то говорил отлично-отлично и вдруг пропал. Плохо. То есть, повторяем. Повторяю. Совсем недавно находился в городе Герой Цхинвал. Вот теперь в Оренбурге, в степях наших бесконечно широких. То есть, пуховые платки, наше все. Понятно. Сергей, сегодня прочел анализ зомбоведа Юхина по поводу того, во что превратили хороших, спевучих, прекрасных, трудолюбивых людей, которые живут на территории государственного образования Украины. Что это такое? Почему так произошло? Откуда ноги растут? Хотя бы в двух словах. Почему были люди как люди и на тебе, как говорил один таксист в одном хорошем фильме? История давняя и сложная. По-моему, несколько лет назад как раз я об этом писал в «Мертвом Крыме». И всем казалось, что это фантастика, что, конечно же, войны никогда не будет и никаких зомби не существует. Тем более на нашей территории. Ну, оказывается, что нас это касается даже в большей степени, потому что вся информационно-пропагандистская машина Запада направлена не только на своих жителей, для того, чтобы держать их в узде, и чтобы они были обычными потребителями товаров и ширпотреба, которые производятся. Но в том числе и в нашу сторону, для того, чтобы создавать вот такие конфликты, как сейчас на территории бывшей Украины. Что в этом поражает та легкость, внешняя легкость, которой украинцы, вроде бы нормальные люди, нежелающие войны, поддались на это все. И теперь убивают своих сограждан, бывших, я считаю, потому что ДНР и ЛНР – это уже государство просто непризнанное. Но дело в том, что у этой истории, эта история давнишняя, дело в том, что все начиналось уже в 2004 году, и то это не начиналось. В 2004 год Оранжевый Майдан, он тоже долго готовился с помощью сект. Мы помним, что не последнюю роль в победе Оранжевого Майдана сыграли секты, в том числе Черновецкого, в которой это было действительно массовое помешательство. Но тогда все обошлось мирно, и это не устроило Запад. Им не нужны люди на этой территории. Им нужно уничтожение. Для этого определенная часть населения поддается вот такому массированному зомбированию. Слово «зомби» надо произносить в прямом смысле этого слова, уже они в кавычках, потому что люди, обойная пропагандой, зомби очень сильно различаются. Зомби убивают с наслаждением и радуются этой смерти. Они желают смерти других людей, потому что это источник их жизни и цель их существования. Цель существования зомби – убийство других людей. Ну, других людей, они ведь когда совсем врагов поубивают, да, вот Москалей, не пусто вам включить. Сереж, я микрофон, оказывается, выключил. Они убивают людей чужих, врагов. Ну, а вот представь себе ситуацию, да, Донбасс зачистили. Кто другие чужие? Правда, сейчас уже и Майдан защищает. Уже зачистка Майдана идет, там по нескольку человек убивают. Мне товарищ с Майдана звонил, рассказывал. То есть уже и те, кто на Майдане, это агенты ФСБ. Потом будут убивать тех, у кого нос курносый. Потом тех, у кого разрез глаз неправильный. Так, в конце концов, они же все равно друг друга так и выведут. То есть это процесс безостановочный. Ну, во-первых, я сразу скажу, что я не допускаю мысли, что Донбасс может сдастся и что они когда-то зачистят. История показывает, что даже сложности, даже неуспехи наши оборачиваются, в конце концов, нашей победой. Поэтому я не допускаю этого. Возможно, что они будут жить на какой-то ограниченной территории. И, естественно, в условиях невозможности ведения боевых действий с соседями, потому что их ограничат в возможности выходить за границы своей территории, они будут уничтожать себя. Потому что главная философия зомби – это ненависть к другим, к любым другим. Вы думаете, что на Западной Украине такая всемирная любовь? Да нет, там каждый за себя. Они объединяются только, когда есть внешний враг. Этот внешний враг был нарисован очень давно, это русские. Поэтому они борются с ними. Когда они будут побеждены в военном плане, они перегрызут друг друга. Сергей, мы вот этих людей, когда эти зомби были только слегка укушенные, мы их когда, ну три с половиной года назад, видели живьем возле холма Славы во Львове в День Победы. Они уже тогда бесновались, выли, бились головой, ногами, чем угодно об автобусы с ветеранами, готовы были просто порвать в клочья любого. Вот тогда еще, когда власть в стране была, условно говоря, ну скажем, пророссийской, почему тогда эта власть не замечала, не хотела? Или они тоже были американскими слугами? Тот же Янукович, Левочкин и вся вот эта шобла, которая была под флагами партии регионов. Я когда-то произнес такую фразу, от которой не отказался до сих пор и считаю, что она отражает в полной мере и прошлое Украины, и нынешнее положение на этой территории. Любая украинская власть будет антирусской. Под какими бы лозунгами она не приходила, какие бы внешние механизмы ей не управляли, даже если бы это были условные, в кавычках, ставленники Кремля, они становятся антирусскими, потому что сам проект антирусский был. Почему они это пропустили, там Янукович тот же? Ну, во-первых, есть такая глупость. Они думали, что этот управляемый конфликт, управляемый хаос, противостояние условных бандеровцев и условных небандеровцев на Украине может принести им политические девятинды, в том числе победу на будущих выборах президента, а потом, может быть, еще там, хотел сказать, по привычке, нет, Верховные Рады бывшей Украины. Это, ну, для того, чтобы управлять конфликтом, ну, во-первых, надо иметь мощь, а во-вторых, стратегическое мышление. Они действовали в рамках украл-выпил-сел, да? Ну, вот, дорвались до власти, хапанули денег и дальше трава не расти. Поэтому, естественно, они проиграли. Они бы проиграли в любом случае, я говорю про партию регионов, потому что они не действовали системно и они не мысливали стратегически. А то, что они были куклами, да, они все боятся Запада. Поэтому я очень рад, что нынешние санкции против Российской Федерации, они привыкли к тому, что мир разделился на наших и условно не наших. Условно не наши, не наши могут, в принципе, ехать и жить там, где им угодно. Да, вопасть и не попасть не должны, ни в коем случае. Сереж, вот не спрашиваю про Боинг, не спрашиваю про военные действия на Донбассе. Ты все-таки человек, хоть и аналитик, но творческий. Спрашиваю, вот подводя черту разговора, спрашиваю тебя об оптимизме. Заканчивая свой роман «Мертвый Крым», твои зомби в конце концов начали превращаться, дали повод думать, что они смогут обратно стать людьми. Они уже звуки начали издавать, членораздельные. Вроде как слушали там, возле Святого Успенского собора стояли, по-моему, и слушали колокольный звон. То есть, ты им давал шанс, что эти зомби в конце концов, после того, как война закончится, смогут обратно вернуться в человеческое сознание. Как ты думаешь, если отключить украинские телеканалы хотя бы на 2-3 недели, вот те зомби, которые скачут там на Майданах, вокруг Майдана в социальных сетях, те, кто рвутся убивать людей, они смогут обратно отключить вот эти вот сигналы дурацкие, и стать людьми? Я думаю так. Все, кто не замарал себя убийством русских людей, в принципе, имеют шанс одуматься и вернуться в человеческий облик. Я про убийц не говорю, с ними разговор должен быть короткий. А те, кто по той или иной причине, может по слабости, хоть раз в жизни сказал слава в Украине, или подобный заразный бред, может под давлением, может из-за того, что у него на фирме в Киеве куча бандеровцев, ему приходится так говорить, чтобы сохранить заработок. Я их, конечно, внутренне презираю, но я считаю, что, скажем так, вылечиться они могут, покаявшись, придя в церковь, в нашу русскую православную, и превратившись в людей, работая ежедневно на благо русского мира. — Спасибо, спасибо большое, Сергей. Я надеюсь, что под этим эфиром на канале YouTube на нашем не будет очень уж много желчи, потому что обычно вот вылазят те самые зомби и начинают писать гадости. Меня даже плешивым обозвали на днях, хотя я смотрел, крутил головой, не нашел у себя плешей, но то Господь с ними. О тебе, надеюсь, тоже много чего плохого не скажут, а нормальные люди, послушав, сделают для себя выводы и решат, что же на самом деле происходит и будет происходить на нашей земле уже завтра. Спасибо, Сереж, удачи, всего самого доброго, счастливо. С нами по скайпу из города Оренбурга был журналист, писатель, политолог Сергей Юхин, в принципе, и воин тоже, если кто не знает. Но это человек, который больше пользы приносит, когда пишет и говорит, чем когда просто стреляет. Ну, значит, планита такая. Хотя начнется в Крыму, я больше чем уверен, что мы с Сергеем будем стоять на одном блокпосту рядом с автоматами и отбивать атаки тех самых зомби, о которых мы только что говорили. Всего вам доброго, пока. Продолжение следует...